друзья всем огромнейший привет сегодня попробуем сделать самоделочку из вот такой вот пружины что получится давайте посмотрим видео вам всем приятного просмотра поехали друзья в общем я вот так вот пружину заново перезавил перенавил или как правильно будет этом но вроде ровно получилось к нашел и вот такую вот штуку ее тоже будем использовать вот таким вот образом сейчас пойдем это сварим в общем а так вот я варил теперь на самодельном гриннере заточил все это дело в общем таким вот образом заточил на конус теперь закалим получилось вот так вот сейчас все это обезжирю красота друзья прикупил вот такую ручку это береза сейчас кусочек от пили нижнюю часть я сделал 750 миллиметров здесь кусочек сделаем поменьше сантиметров на 30 сейчас найдем центр немножко углублюсь еще без сверла беру столярный клей и хорошенько прям жирно мазу и одеваю нашу первую отрезанную часть четенько теперь ручку осталось обработать обрабатывать буду обычной морилочкой красное дерево дерево сухое впитывается очень хорошо друзья ручка высохла здесь тоже высохла все одеваем она прям очень хорошо сюда заходит в конструкция готова пойдемте попробуем для чего же нас все таки сделано пробуем также он колючек вытащить вот и туда с камнями с длинными выходит место немножко неудобно даст она надо вытаскивать потому что сейчас тем более земля очень сырая также я думаю это будет удобно очень удобно для точных работ хочу показать что здесь тоже будет работать здесь после дома глина затоптано все тут даже лучше выкапывается потому что здесь все таки сух посушится друзья по итогу получился нас полностью рабочий инструмент я прям даже не ожидал думал что и так фигня потому что ну стоит она продается в интернете почти 1000 рублей оказывается тема рабочая делается прям легко и быстро минимум затрат минимум усилий не будем делать самоделку вот такой вот старой пружины она уже сломана первым делом взял щетку и уберу сейчас грязь пружина конечно же этот какой-то автомобиля я не знаю такого я нашел металлоломи конечно чтобы воплощать жизнь можно купить в магазине но зачем покупать если можно сделать немного зачистил ту часть которая мне понадобится беру теперь обычный кабель это полтора квадрата но можно использовать веревку я просто то что есть под рукой отмечаю где-то примерно 27 миллиметров откусываю теперь беру проволоку и прижимаю плотненько нашей заготовки будущий делаю отметку на линии среза так делаем четыре штуки друзья кстати никто не знает с какого сплава сделала данная пружина если кто-то знает обязательно пишите в комментарии теперь ты срезаем право на ошибки у меня нету обрезать четыре куска плюс-минус тут роли не играет там пару миллиметров это все подносится потом она ведь немножко имеет своеобразный изгиб то есть нам от это тоже как раз на руку нанес разметку и теперь нужно заточить в общем вот так вот заточил примерно все попытался сделать что были одинаковые плюс-минус зажал профильную трубу 40 на 40 и отрежу кусочек и так например на миллиметров 40 квадрате нашел центр четырех сторон делаются разные отверстия вот диаметр нашей пружины получился вот такой вот квадрат теперь наши стержни и сейчас будем выставлять их в определенным углом и будем обваривать да то есть мы понятно что это как заводской торнадо будем сейчас выставлять угол пойду прихвачу и дальше покажу вам то есть а сейчас мы выставим взял 25 трубу немножко подрезал выставил сейчас прихватим теперь выстрелу рукоять и сейчас тоже прихвачу друзья ну как видите я все покрасил кроме самих штырей ничего защищать от сварки не стал я думаю не нужно это давайте попробуем как работает и поработает ли берем да вот солина ну а на мягкой земле это вообще говорить ничего да то есть вообще даже никаких усилий разрыхлил если надо что-то которая копаная было да вот у меня накопано ничего не посаживаешь друзья вы какие-то получился вполне рабочий инструмент единственное чтобы я добавил поставлю вот сюда вот заглушку пластику чтобы земля не набивалась так бы я изменил бы изначально бы это конечно пойдет но не изначально немножко изменил расстояние между ними чуть сменьшил то есть угол бы по поменьше сделал и чуть немножко то наклонил чтобы поменьше было чаша сама так в принципе работает я думаю эти штырей хватит надолго после использования обязательно промыть и высушить и все ничего жарить не будет труба защищена что и штыри бесполезно краситься но облезнет я думаю самоделка годная поработаем с остатками полипропиленовой трубы а именно это 32 и 20 20 труба также уголок пару заглушек и 3 2 металлическая труба первым делом от 3 2 трубы отрежем 80 см от 3 2 трубы отрежу 14 метров а есть него такой вот листочек треющийся бумаги ширину сделаем 10 с половиной снизу отступлю 3 сантиметра делаем разметочку полтора потом разметочку 2 опять же полтора два полтора и тут нас остается 2 ну что получилось примерно вот так беру ножницы и вырезаю получаем вот такую вот картину теперь нам нужно перенести это вот сюда конечно можно было то сон чертить на трубе ну блин на бумаге это было сделать гораздо удобнее осталось то все вырезать из трубы вырезал получилось вот так но решил еще прострелить два отверстия и расстелить кусочек пополам далее нагреваю все это при помощи газовой горелки и вставляю трубу в нее чтобы плотнее сидела и никуда не выходила может быть даже лишние были отверстия но тем не менее оставлю пока это остывать друзья но так вот получилось здесь я сделал 2 смотреть к закрутил все это остыло теперь будем напаивать крыльничок также из кусочек 30 сантиметров 32 трубы разделим его сразу пополам сверху делаю отверстие по центру теперь берем 20 трубу отрезаем от нее метр взял заглушки 20 надо отрезал половинку тоже сейчас будем поехать теперь 20 трубу засовываем 32 с обратной стороны и также припаиваем заглушку все инструмент у нас готов все инструменты друзья у нас получился вот такой вот инструмент ничего не гнется все окей на единственно чтобы я добавил бы добавил 100 пружину что возвращательную да ну она в принципе не нужна когда мы втыкаем стал сталкиваем землю то она потяну потяжку своей уходит в обратную сторону также выбиваешь но если конечно была пружина просто постоянно было в таком положении был бы такой постоянный крест идея нас получилось прям даже очень рабочие пригодится полоса 20 миллиметров толщиной и кусочек 60 миллиметров сейчас разметим где-то оставим серединку 10 миллиметров и от самого начала сделаем наискос такая вилка получилось есть на такой кругляк десятка 160 миллиметров отрежу сейчас теперь все это дело берем и вставляем в прорез так вот ставил мне даже немножко как раз получилось под углом нам это еще и нужно сейчас за кадром все это варю так вот такая вот девочка получается нашел такой кусочек пластины сейчас 11 миллиметров отмечаем я так уже из прикинул нашел цента сделал по сантиметру и нашел также центр здесь сейчас сделаем ромбик такой своеобразный вот таким образом мы сейчас прихватим образом я это варю сейчас я быстренько все зашлифую и вот такая вот штука получается ребят кто уже знает что это напишите в комментарии кто уже догадался но кто пользуется конечно такой штукой наверняка уже знает и догадывается сейчас быстренько покрасим это чтобы было красиво взял я брусочек хочу сделать ручку конечно можно сделать простому там взять какой-нибудь обрезок доски круглый и просверлить отверстие вставить но я делаю для себя хочу сделать все красиво сейчас обработано вот это деревья подделаем ручку в общем все высохло все готово вот такой вот получился девайс кто знает для чего это кто не знает я скажу это для дубань сейчас пойду это вам все покажу я просто вчера покосил газон вот но меня бесит прям вот эти вот одуванчики и собственно у нас получается вооружаемся данным штукой смотрим основание тыкаем днем и вытаскиваем корень и так вот видите да то есть газонку сейчас не будет забивать и не вылезут пока он вылезет новый потом их заново сделаем вот так вот такая кучка получилось увлекся я везде у меня на кучке валяются единственный минус конечно вот такие дырки получается от крупных стволов но тем не менее если не убирать газон все хуже и хуже будет а так это зарастет потом все в общем друзья вот такой вот получился у нас рабочий инструмент прям классная штука вам всем спасибо кто посмотрел данный ролик кто еще не подписался подписывайтесь ну а я продолжу урвать корни до новых встреч до новой самоделки пока пока пока